Заволжский районный суд города Твери рассмотрел вопрос по иску жителей Твери к 32-летней Екатерине Седовой, матери-одиночке, инвалиду второй группы. Предмет судебного спора – однокомнатная квартира в доме номер 17 по улице Хромова. Истцы уверяют, что сделка по продаже квартиры незаконно приостановлена. Ответчик говорит, деньги за продажу ее квартиры она не получала. Меня подали в суд и требуют то, что они хозяева, то, что это я их обманула, то, что я получила все деньги, и они теперь полноправные хозяева. Судом было удовлетворено исковое требование по части признания законной регистрационных действий в отношении квартиры. Юридически все документы были подписаны, и, к сожалению, гражданский суд, в принципе, не мог выйти за рамки своих полномочий и доказать о том, что здесь был факт мошенничества. Квартиру в многоэтажке на Хромовой Екатерине подарила родная бабушка. В конце 21-го года Седова решила по состоянию здоровья переехать в другой регион и продать квартиру. Риелтора, который проводил делку, Екатерина раньше не видела. Фамилии ее не знает. Якобы покупатель, насколько я понимаю, Сергей Игоревич, по-моему, Аванесян или как-то так вот он. Все случилось в конце декабря 2021 года. Я первый раз столкнулась с продажей квартиры, поэтому ничего, ну, была неграмотна в этом и не знала, то есть, ну, что должно происходить. Каких-то дополнительных документов, справок мы не брали, как, оказывается, требовалось. Она просто снимала все, а потом привела молодого человека, сказала, что это покупатель. Они сказали, завтра готова на сделку. Готова. На следующий день мне стало плохо температура, по состоянию здоровья. Я сказала, давайте перенесем. Они всеми способами говорят, нет, давай езжай, а то мы сделку пропустим. Ну, вот, и таким образом, то есть, я пришла туда, договор был составлен заранее. В МФЦ я его не читала, потому что, когда мне его дали, я, ну, у меня буквы перед глазами плывут. Она говорит, наш юрист составлял это, не переживай. Но я его не глядя подписала, соответственно. Ну, и все. Екатерина Павловна подписала договор купли-продажи с некими покупателями. Деньги она за квартиру не получила. Вот. Но, однако, у них имеется расписка в получении денег. Каким образом они получили эту расписку? Расписку они получили со слов Екатерины Павловны. Она подписала ее, когда они ей передавали 50 тысяч рублей, для того, чтобы она погасила задолженность по коммунальным платежам. Сейчас они говорят, что это 2 миллиона 700 тысяч. А разговор до этого шел на миллион меньше. И говорят, что они эти деньги мне отдали, причем заранее имеют какую-либо расписку на руках. А этой расписки я не писала. То есть они мне давали расписку, ну, подписать. Но это было опечатано, и то, что я там претензий не имею. То, что будут получены деньги потом. Все. А таких вот, ну, что я уже получила, тем более 2 миллиона 700 тысяч не было. Поэтому, соответственно, и был пройден полиграф. Полиграф проходили все стороны сделки. Как раз полиграф говорит о том, что Екатерина Павловна была, ну, права. И не получала той суммы денег, которые со слов якобы покупателей были ей переданы. К депутату Тверской городской думы Илье Холодову за помощью обратилась сама Екатерина. Это житель нашего города, которая училась в 8-й гимназии. Это еще молодой человек, у которого ребенок, учится сейчас в 21-й школе. И, знаете, очень часто обращаются люди, которые не знают. И оказались, знаете, такой черты, когда может помочь только само общество и наши совместные действия. С полицией, с прокуратурой, со следственным комитетом. И, судя по всему, судя по тем фактам, которые нам были предоставлены по документам, действительно нужно вступиться за человека. И мы обращаемся к нашим правоохранительным структурам с тем, чтобы, конечно, из гражданско-правового спора данную ситуацию все-таки перевести в статус уголовного дела, для того, чтобы наши специалисты, которые работают в органах правоохранительных, могли стать все-таки на сторону человека обиженного, который оказался в такой ситуации. К сожалению, правоохранительные органы отнеслись к этому событию никак, можно сказать. Потому что заявление написано еще в январе месяце, и до сих пор никаких продвижений по этому делу нет. Уголовное дело не возбуждено? К сожалению, нет. Отказ от возбуждения уголовного дела прокуратура Тверской области посчитала незаконным. На сегодняшний день прокуратурой области было отменено постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. И мы надеемся, что в скором времени будут приняты положительные решения по данному вопросу. Екатерина Седова по-прежнему живет у друзей. Ее 13-летний сын у больной бабушки, матери Седовой. У нас остался всего лишь один месяц для того, чтобы доказать, что в отношении Седовой Екатерины Павловны были совершены мошеннические действия. Через месяц решение суда вступит в законную силу, и Екатерина Павловна может остаться без жилья. То есть инвалид второй группы с малолетним ребенком лишится единственной однокомнатной квартиры. Несмотря на решение прокуратуры, в территориальном отделе полиции уголовное дело по факту мошенничества так и не возбуждено. Хотелось бы с экранов телевидения обратиться к начальнику следствия по городу Твери, Кучеренко Анастасия Сергеевна, для того, чтобы она обратила внимание на эту ситуацию, оказала содействие, и мы надеемся на объективное расследование. Мы следим за ходом событий. Продолжение следует...